В рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» школьники Нарьинмара заглянули в закулисье телевизионного и радиоэфира. Как им это удалось, в следующем материале моей коллеги Натальи Кисляковой. С главными событиями к этому участвую в студии Кирилл Рычков. Кирилл Рычков учится еще в девятом классе и до этого момента не задумывался о будущей профессии. Экскурсия в мир телерадиовещательной компании «Север» подтолкнула его в выборе ремесла. Мне очень понравилась работа звукорежиссера и в будущем я хочу связать свою карьеру с «Север-ФМ». Радио «Север-ФМ» позиционирует себя как теплое радио «Севера». Ведущие готовят каждый день интересные программы и конкурсы для радиослушателей. На экскурсии ребятам рассказали о процессе создания радиопередач и познакомили со спецификой работы радищиков. Ребята попробовали себя в роли ведущих. Даже привычная работа может даваться труднее, чем обычно. Олеся Истомина впервые оказалась в стенах Неницкой ТРК. Внимательно слушала моих коллег, а потом призналась, что роль ведущей на радио ей пришлась по душе. Мне понравилось больше на радио, потому что я раньше пела и мне по душе со звуком работать. На телеканале «Север» работают люди творческого склада. Звукорежиссеры, телеоператоры, корреспонденты, режиссеры эфира, монтажеры. У каждого своя задача. Но вместе это одна команда. Если ты делаешь кино, то надо понять режиссерскую мысль. Тебе надо умудриться показать то, что хочет режиссер, чтобы это увидит. Работа такая объемная, и это работа не одного человека. То есть это командная работа. Экскурсия по Неницкой телерадио-овещательной компании прошла в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом». Ее цель – организовать занятость подростков в каникулярное время. Сегодняшнее мероприятие, как профориентирование, показать детям, что мир профессии достаточно разнообразен, чтобы они знали, может, у кого-то есть какие-то предпочтения в технике. Вот они могут здесь проявить себя и раскрыть свой потенциал. Экскурсии для школьников в телерадио-овещательной компании проходят регулярно. Общаясь с детьми, мы понимаем, насколько им интересно попасть на телевизионную и радиальную кухню. И вот здесь, подумав, посоветовавшись с коллегами, мы решили организовать на базе профессиональной телерадио-компании школу телевидения и радио именно для детей школьного возраста. Чтобы они понимали, с чем могут в дальнейшем работать, что выбрать, какую профессию. Здесь как раз присутствует и физика, и лирика. То есть многие дети, они не могут определиться, кто они, к чему тяготеют. Больше к творчеству или каким-то техническим процессам. Так вот у нас это представлено в одном, скажем так, флаконе. Добавлю, что в скором времени на базе профессиональной региональной телерадио-компании за работы школа радио и телевидения для ребят старшего школьного возраста. Наталья Кислякова, Влад Качёв, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Наталья Кислякова, Владимир Шишелов, Телеканал «Север».